Диктант Победы пишем вместе со всей страной. Акция начинается с трансляции из Центрального музея вооруженных сил и приветствий. В Подмосковье 67 площадок диктанта. Десятиклассники второй школы практически в полном составе. Историю я не очень люблю, но считаю, что Великая Отечественная война – это то, что нужно знать каждому. На выполнение заданий отводится урок. Директор четвертой школы Наталья Решетова ответила на 20 вопросов теста за несколько минут. Я таким образом решила почтить память. Память тех, кто сражался за Родину, тех, кто погиб, тех, кто выжил. В память о своем деде, который был партизаном, о бабушке белорусской партизанке, о бабушке и девушке с маминой стороны, которые работали в тылу. Я считаю, что таким образом я отдаю часть своей памяти, часть своей души. Секретарь местного отделения «Единой России» глава Ивантеевки Максим Красноцветов считает, что вопросы были несложные. Проверить свои знания, освежить все это в голове. Очень патриотично. Я считаю, что такие мероприятия мы должны проводить. И я горжусь тем, что присоединился к этой акции. Большинство участников справились с заданиями теста, раньше отведенных 45 минут. Каждый получает диплом участника. Всего в Ивантеевке написали диктант победы более 40 человек. Результаты придут каждому на почту.